Обсуждение в Кургане стало финальным в серии дискуссий, посвященных изменениям в пенсионном законодательстве. Отметим, на прошлой неделе обсуждение стартовало в Шадринске. Региональное отделение партии «Единая Россия» инициировало обсуждение с целью собрать предложения от региона, чтобы предоставить их общим документам на рассмотрении закона проекта в Государственной Думе этой осенью. Как отмечает секретарь регионального отделения партии Евгений Кофеев, в целом население готово к изменениям. Переходить на более современную модель активного долгожителя, если так называть людей, чтобы пенсия не была возрастом дожития, чтобы после чего все остановилось, а поменять философию, чтобы люди понимали, что можно работать в любом возрасте, главное не физический возраст в паспорте, который стоит, а состояние. Но рассматривать необходимо не только повышение пенсионного возраста, но и другие аспекты. Среди предложений, которые прозвучали от зауральцев, основным стало не уравнивать социальные пенсии и пенсии по выслуге лет, чтобы размер выплат зависел и от стажа, и от заработной платы, которую получал гражданин. Молодежь хочет следить за своими накоплениями и просит сделать лицевые счета открытыми. А также часто звучит предложение о том, чтобы передавать накопления в случае, если человек не доживает до пенсии, его наследникам. Вопрос стоит и по льготам, которые сегодня предоставляются вместе с выходом на заслуженный отдых. Так, общественность считает, и руководство партии с ней согласно, что льготы на коммунальные услуги или проезд в общественном транспорте не нужно привязывать к пенсионному возрасту. К примеру, внедрять эти льготы при наступлении 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. То есть, чтобы ту же льготу, которая предусмотрена для ветерана труда, можно было получить раньше, чем человек достигнет пенсионного возраста. Еще одно предложение, которое поступило от молодой курганской семьи, это увеличить верхний возрастной порог программы «Молодая семья» с 35 до 40 лет. В последнее время наметилась тенденция поздних браков и позднего рождения детей. Чтобы такая категория граждан могла воспользоваться субсидиями программы, необходимо возрастные рамки изменить. Всего в ходе публичных обсуждений собрано порядка 40 предложений, которые обработает Пенсионный фонд и представит Государственную Думу.